Сегодня поговорим об альтернативном способе проявки рабов. Когда он может быть нам полезен? Ну, например, в случае, который сейчас у меня, я обновил фотоаппарат, поменял Fujifilm XT1 на XH1. И пока единственный из конвертеров, который поддерживает RAW с этой камеры, это Adobe Lightroom и Adobe Camera RAW. Но я очень не люблю проявлять RAW в адобовских конвертерах, потому что они так и не умеют до сих пор делать корректный демозаик данных с матрицей XTRANS. И пользуюсь программой Iridium Developer. На сегодняшний день девелопер у нас от 8 декабря 2017 года. Все мы с нетерпением ожидаем обновления версии, но уже обновился Iridium XTRANSFORMER, доступный для компьютеров Mac и Windows. Я же пока еще буду ждать сам Iridium Developer. Альтернативный метод заключается в том, что на основе бесплатной библиотеки Libro можно произвести конвертацию RAW файла с любой камеры, старой, новой, не имеет ни малейшего значения, и получить корректное отображение данных из RAW файла. Сразу скажу, что все, что я буду говорить, относится в первую очередь к владельцам компьютеров Mac. Для тех, кто работает под Windows, рекомендую, и ссылку укажу на этот ролик под своей записью. Здесь Андрей Музычкин, собственно говоря, от которого я узнал об этом способе конвертации, делится своим опытом конвертации RAW под Windows. Что вам потребуется? Также под этим видео я помещу ссылку на архив, где будут вот эти вот 4 файла. Собственно говоря, свежая на сегодняшний день библиотека Libro. Маленький Readme и скрипт или программа, написанная моим приятелем по Fuji Forum для Mac. Что вам нужно будет сделать? Распаковать архив, и вы получите вот 4 таких файла. Папку Libro помещаете на рабочий стол. Исполняемый файл XConverter вы копируете или перемещаете в папку Applications или Программы. А вот этот вот файлик DCRAW EMO вы помещаете в папочку утилиты. Утилиты. Все. Вся процедура инсталляции и установки. Делается все ручками, но все очень просто. Что мы делаем, точнее не что, а как мы конвертируем наши RAW файлы. Вот мои, я выбрал 3 RAW. Можно выбирать любое количество, просто это займет некоторое время. Кстати, вот интересно, допустим, посмотрим свойства этого файла. Весит он 50,6 МБ. Это RAW с камерой Fujifilm XH1. Посмотрим, во что этот файл превратится после конвертации. Выделяем наши файлы. И перетягиваем мышью на приложение XConverter. Щелк. И вот здесь вы можете видеть, вверху закрутилась шестереночка. Это демонстрирует нам то, что процесс конвертации идет. Он достаточно долгий, но тем не менее оно того стоит. Пока файлы конвертируются, хочу сказать, что у каждого из нас есть свой любимый конвертер, в котором мы проявляем RAW файлы. С выходом новой камеры не всегда эти конвертеры обновляются быстро или оперативно. Собственно говоря, для таких случаев лично я использую конвертацию при помощи библиотеки Libro. Но иногда возникает необходимость или желание проявить файл так, чтобы получить некий чистый, оригинальный слепок с матрицей изображения. Потому что не секрет, что практически все RAW конвертеры вносят ту или иную корректировку при загрузке в него RAW файла. То есть там может быть уже подвинута экспозиция, где-то могут быть шумы отключены, еще какие-то настройки, параметры. Libro не делает с вашим RAW файлом вообще ничего. Он не вносит никаких корректировок объективов, не исправляет дисторсию, не убирает шум, не убирает муар. То есть в чистом виде, как изображение легло на матрицу, то же самое вы получаете и на выходе. Вот, собственно говоря, наши три файла сконвертировались. Я напомню. Объем оригинального RAW 50,6 МБ. Объем сконвертированного файла, который имеет расширение RAW в TIFF, 16-битный, кстати. Смотрим. 145,9 МБ. Ну да, понятно, что это 16-битный TIFF, но можете себе представить, какой объем информации хранится в этом файле. Для сравнения я открою этот RAW в Adobe Camera Raw, который с момента выхода камеры Fujifilm X-H1 поддерживал, на момент выхода этой камеры поддерживал RAW. Вот так нам показывает Adobe наш RAW. А теперь давайте возьмем вот эти сконвертированные файлы и откроем их в Lightroom. Кстати, большой плюс этих сконвертированных файлов в том, что в Lightroom они загружаются моментально, превью один к одному строится моментом, все ползунки, все двигается очень быстро. Вот, пожалуйста, абсолютно все по нулям. Резкость в ноль, шумодав в ноль, все абсолютно в ноль. То есть вот таким увидела наш кадр, камера на самом деле. Вот таким предлагает нам на него посмотреть Adobe. Разница чувствуется, да? Вот у нас результат конвертации Libro. Никаких пересветов, небо на месте, в тенях тоже есть детали. И вот таким нам показывает и предлагает дальше работать с таким RAW-ом Adobe Camera Raw. Вернемся к нашему Lightroom. И давайте начнем с портрета. Замечательная артистка балета, Даша, совсем недавно ее фотографировал. Фото сделано в студии при дневном освещении, параметры 1,125, диафрагма 2,8 и 100,200. Можно смело в полтора увеличивать экспозицию. Давайте посмотрим на темную область. Никаких шумов, ничего не вылезло. И обратите внимание, мы экспозицию увеличили в полтора раза. Попробуйте то же самое сделать с любым из ваших RAW-ов, нормально проэкспонированных, не пересвеченных, неуведенных в темноту, в Adobe конвертере. Я думаю, что результат будет не очень симпатичным. Добавим точку белого. Скажем, можно еще пощедрее. Чуть-чуть буквально прижмем хайлайты. И здесь я даже добавлю shadows. И чуть-чуть контраста добавим. Параметры конвертера установлены так, чтобы конвертировать RAW без каких-либо изменений. То есть, с балансом белого, который был выставлен при съемке, с настройками шумоподавления, резкости, такими, как они были при съемке. Поэтому, если вы настраиваете внутри вашего фотоаппарата какие-либо параметры для съемки в JPEG, имейте в виду, что частично, не полностью, частично, они будут отображены при конвертации. Ну, уж баланс белого, это точно. Потому что я конвертировал фотографии, снятые с профилем Eterno и получил фотографию после конвертации в Leibro именно с тем же оттенком, ну, в общем-то, с таким же рисунком, как профиль Eterno. Так что, своего рода, это альтернатива тем редакторам, которые не поддерживают встроенные Fujifilm-овские пленочные профили. Ну, мне здесь даже и баланс белого особо менять не хочется. Может быть, только чуть-чуть добавим тепленького плюс 3 и, возможно, в минус 1 сместим тинт. Давайте посмотрим теперь на детализацию. Переходим во вкладку резкости. Здесь шалить и усердствовать не нужно. Вот 34-35 достаточно. Уменьшим радиус где-нибудь до 0.8, чтобы не было такого сильного перешарпа и вот, допустим, текстура кожи не стала такой вот грубой, шероховатой, как крупная наждачка. Опять-таки, буду ругать Lightroom, буду ругать Adobe Camera Raw. Какие бы вы настройки не пытались подобрать, очень сложно не получить такую червячковую текстуру. Детали можно оставить на 25. Вот. Если я увеличу, давайте сильно увеличим, то вот при зажатом Alt, видно, что вот они, вот эти червячки. Но даже после конвертирования Rava конвертером Libro эти червяки не настолько сильны. Все-таки давайте вернем значение по умолчанию плюс 25. Все. Файл проявлен. Теперь давайте перейдем к назовем его пейзаж. Экспозицию. Да, собственно говоря, те же самые плюс полтора. Тени прижмем. Чуть-чуть добавим контраста. Хайлайтами вернем текстуру небу. можно чуть-чуть поправить Black. Посмотрим, что нам предложат автоматически выбор баланса белого. Нет, не нравится. Абсолютно не нравится. Это было холодное, серое, унылое, промозглое утро, поэтому может быть чуть-чуть. Чтобы снег уже не был таким синим. ту же самую детализацию где-то на пейзажной фотографии может быть попробовать чуть больше количества. Радиус уменьшаем. Я помню, что я фокусировался на этом монументе. Вот, пожалуйста, все читается, все детали четкие и зелень не превратилась в такую размазанную кашу, которую любит превращать тот же адобовский конвертер в зелень с матриц X-Trans. В то же время, несмотря на то, что у нас отключено при конвертации подавление муара и хроматических аберраций, вот здесь на ветвях почти не видно хроматики. Тем не менее, перейдем в корректировку объективов, поставим галочку убрать хроматические аберрации и ручками еще уберем фиолетовое и зеленое. Все, все, собственно говоря, с этим можно жить, с этим можно работать. ну и третий раз можно сразу скопировать настройки и вставить вот в эту фотографию. Вот, смотрите, по-моему, замечательно получается все. Можно выводить, экспортировать и дальше обрабатывать в фотошопе. Если вы не хотите обрабатывать или уже довольны результатом, или в принципе вам нет необходимости допиливать фотографию в фотошопе, можно сразу экспортировать, сохранять в чпек, все помещать в семейный альбом, распечатывать, вешать на стену в рамочку и так далее. Что хорошего в этом способе, это то, что если вы привыкли проявлять равы в Lightroom, ну скажем, снимали вы до этого на камеры Canon или Nikon, и тут вам понравилась камера Sony, Panasonic, Fuji, но что-то вам не нравится в результате вашей работы с этими равами с новой камерой в Lightroom, то есть привычный ваш алгоритм действий, последовательность действий не приводит к желаемому результату. Пожалуйста, просто пачкой скормили Libravo все ваши равы, а потом загрузили их в Lightroom, и вы можете спокойно проявлять дальше привычным для вас способом, привычной последовательностью действий. Это гораздо лучше, чем конвертировать, как предлагают некоторые на форумах через программу Adobe DNG Converter, то есть RAW и Fuji конвертируем Adobe DNG Converter, а потом получившиеся DNG файлы импортируем в Lightroom и там продолжаем проявлять. Ребят, это глупо, на мой взгляд. Adobe не умеет делать корректный демозаик с данных матрицей X-Trans. Так, чем его DNG Converter отличается от того же Camera Roy или Lightroom? Если Adobe использует некие алгоритмы при конвертации, то он их использует и в своих нормальных RAW конвертерах. Мы уже видели, Camera Raw показал нам файл с пересвеченным небом и с размазанной в кашу зеленью иголочками на елках. Нет никакого смысла конвертировать Adobe DNG конвертер и потом открывать их в Lightroom. Собственно говоря, на этом все. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Я под этой записью размещу ссылки на архив с программой для Mac и ссылку на видео Андрея Музычкина для пользователей Windows. Всем хороших кадров. Счастливо!